Социальная защита населения – это важная часть государственной политики по созданию комфортной жизни населения. Люди попадают в различные ситуации, иной раз на помощь рассчитывать им не приходится. Тогда заботу о них на себя берет государственная система социальной защиты населения, работа которой в Славянском районе была вынесена на коллегию. Об основных показателях отрасли и итогах работы в 2018 году наш специальный репортаж. Социальную работу можно отнести к тем редким видам профессиональной деятельности, где зачастую не только профессиональные знания и навыки, а личные качества специалиста во многом определяют ее успешность и эффективность. Социальную поддержку в Славянском районе населению оказывают такие структуры, как соцзащита, комплексный центр социального обслуживания и управления по вопросам семьи и детства. Функционирует социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних и дом-интернат для престарелых и инвалидов. Их отчеты о деятельности в 2018 году и стали основными вопросами на повестке дня коллегии социальной сферы. Система социальной защиты населения, она сегодня сформировалась таким образом в нашем государственном крае, что является даже не поддержкой, а основным звеном, который занимается вопросами именно помощи граждан, оказавшимся в трудной ситуации, причем в южной и трудной жизненной ситуации. Начиная с цифрового педагогического сопровождения заказов, заканчивая какими-то материальными вопросами, в том числе в управлении ЖКО. Одно из важных звеньев в этой системе – материальная помощь, которую государство оказывает через различные виды выплат по линии социальной защиты населения. Управление социальной защиты населения назначает, выплачивая 70 видов особей компенсации социальных выплат. Всего получателям мер социальной поддержки значатся 20 500 федеральных региональных регионников. Вместе с членами семьи заинвестировано 92 804 человека. Расходы на предоставление социальных пособий, годы компенсаций, государственной помощи, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и других мер социальной поддержки составили в прошлом году более 605 240 000 рублей. Объём социальных выплат постоянно изменяется. При этом финансирование на эти цели ежегодно индексируется, исходя из уровня инфляции. Одна из самых востребованных выплат – компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг для льготных категорий граждан. Начальник управления социальной защиты населения Славянского района Марина Соломатина обратила внимание, что с 1 мая 2019 года эта выплата будет производиться, исходя из фактического потребления ресурса, а не из норматива, как прежняя. Субсидии на оплату ЖКО получают и малообеспеченные семьи. Для них средний размер субсидий составил более 2000 рублей. Важным нововведением является то, что по новым требованиям, если у получателя субсидий образуется долг перед коммунальными службами, то выплаты субсидий по данному виду услуг будут прекращены до оплаты долга. В настоящее время между управлением и ресурсоснабжающими организациями заключены соглашения об информационном обмене в электронном виде. В рамках указанных соглашений управление с 1-го и 10-го числа следующего значения предоставляет базовое электронное видеоэнергоснабжающие организации для фактического выставления потребления коммунальных услуг. А ресурсоснабжающие организации с 10-го и 20-го возвращают базы данных управления социальной защитной населения уже с внесенной информацией. А также указы, чего ранее не было у нас, должников, которые не платят коммунальные услуги. На основании сведений из организации ЖКХ управлением в месяц следующим за отчетной будет производиться перерасчет компенсации, а при наличии задолженности по коммунальной услуге управлением будет приостановлена компенсация по указанной коммунальной услуге до полного ее повышения. Денежные выплаты льготникам, пособия по беременности и на детей, выплаты многодетным семье, реализация права на санаторно-курортное лечение, краевая выплата при рождении третьего ребенка и федеральные средства семье с первым. Вот далеко не полный перечень государственной помощи жителям района. Когда пожилой человек остается без родственников, которые могли бы о нем позаботиться, эту заботу на себя берет государство. Славянский дом-интернат для престарелых и инвалидов в 2018 году оказал помощь 37 жителям района. Здесь люди чувствуют заботу со стороны сотрудников и получают полный спектр социальных услуг от медико-санитарной помощи до культурного досуга. В структуру социальной защиты входит и социальный реабилитационный центр для детей. Он располагает всем необходимым для обеспечения современного и комфортного проживания несовершеннолетних. В прошлом году курс социальной поддержки здесь прошли более 200 ребят. Главная задача центра – вернуть ребенка в семью. И с этой функцией учреждение справляется. Почти 80% воспитанников в 2018 году обрели семью. Много было сделано, смотрю, и в тех направлениях, и в других, и в третьих. Что не получилось? Где можно было еще лучше сработать? Где мы не заработали? Ваше мнение. И все идеально у нас получается. Нет, идеально не может получиться, потому что профилактика, прежде всего, конечно, профилактическая работа. Профилактика семейного, не только получая наше межридно-самерное взаимодействие. И, конечно, когда в районе происходят какие-то случаи или краш, или какие-то случаи суицидов, или самовольных уходов детей из дома, или же какие-то иные вещи. То есть, конечно, это наша общая недоработка. Мы не увидели семейное неблагополучие в ранних стадиях этого. Мы не могли, так сказать, не изъяли этого ребенка из семьи. Мы его не направили в другое учреждение. Поэтому есть над чем работать. Старость приносит с собой изменения привычных жизненных стандартов, болезни, тяжелые душевные переживания. Пожилые люди зачастую оказываются на обочине жизни. И речь здесь не только о материальных трудностях, но и о трудностях психологического характера. Уход на пенсию, потеря близких и друзей, сужение круга общения и сфер деятельности. Все это ведет к обеднению жизни, к уходу из нее положительных эмоций, к чувству одиночества и ненужности. Важные функции помощи таким жителям района возложены на комплексный центр социального обслуживания населения. О его деятельности в прошлом году отчиталась директор центра Наталья Фирсова. Она доложила, что в районе успешно работают 30 отделений центра, которые оказывают помощь и поддержку более чем 2,5 тысяч человек. Наиболее востребованными являются услуги социально-медицинские, а именно оказание, прохождение медико-социальной экспертизы в помощи. Помощь в госпитализации, наблюдение за состоянием здоровья 539 человек воспользовались. Транспортные услуги 607 человек. Это в основном доставка жителей в учреждения здравоохранения района и края. Парик матерский более 2 тысяч человек воспользовались. Обработка земельного участка с пашком, блогом, копкой, вручную, уборкой прилегающей территории. Более 5-5 тысяч граждан воспользовались. Обеспечение топливом, развиловка дров, механическая колка, укладка дров и перенос 165 человек. Центр оказывал обслуживание гражданам в условиях отделения временного проживания с круглосуточным пребыванием, где получили помощь 64 человека. Курирует центр и тему семейного устройства пожилых людей. В районе создано 9 таких семей. Одна из них создана в 2018-м. В центре функционирует пункт приема и выдачи вещевой помощи нуждающимся жителям города и района в рамках проведения благотворительной акции «Торые руки». Помощь за отчетный период оказывала 463 гражданам и выдано более 3 тысяч вещей. Пункт проката и выдачи современной среды реабилитации предметов ухода с пожилыми людьми на условиях временного пользования от 3 до 6 месяцев воспользовалось 12 человек. Школа по уходу за гражданами пожилого возраста и лежачими больными для родственников и персонала учреждения. Обучение в школе прошли 235 родственников и 263 социальных работника. Компьютерный класс для обучения компьютерной грамотности пенсионеров. Занятия проходят индивидуально с каждым бесплатно. В 2018-м году услуги воспользуются 29 человек. В полномочия комплексного центра входит и работа по выявлению семейного неблагополучия. Так, в 2018-м году проведено обследование более 1600 семей. С 193-м из них оказаны меры социальной поддержки. Важнейшей задачей на 2019-й год является задача повышать качество оказываемых организацией услуг. А это значит и способствовать повышению уровня жизни социально незащищённых слоёв населения. Семья в силу каких-либо причин, не способная самостоятельно преодолевать возникающие трудности, нуждается в помощи извне. Очень важно вовремя оказаться рядом и протянуть руку, сделать всё возможное, чтобы семья не распалась и дети воспитывались у родных, мам и пап. Такой позиции придерживаются сотрудники управления по вопросам семьи и детства Славянского района. В деятельности органов опеки нет понятия задать их, обеспечить воск показателей, увеличить проценты. Самое главное – предотвратить, успеть, не допустить, спасти, не навредить. В нашем районе предпочтение отдаётся семейной форме устройства детей. На протяжении многих лет процент устройства семью у нас появленных в силу составляет 100%. Уже три года мы удерживались 100% показатели. Однако в 2018 году этот показатель снизился до 97,6%. Но это всё равно выше краевых показателей. Краевые показатели – 96, федеральные показатели – 83, у нас – 97,6%. Но, тем не менее, один ребёнок у нас был помещен в государственное учреждение. На управление возложено более 50 основных полномочий и 30 государственных регламентов для оказания услуг населению. В управлении на учёте состоит более 200 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. При этом более 70% из них имеют живых родителей. Сократить количество социальных сирот – основная задача структуры. Ведь каждый ребёнок имеет право воспитываться в семье. Государство заботится о детях-сиротах, оказывая семьям меры господдержки. В их числе – денежные выплаты, психологическая помощь, подготовка и обучение приёмных родителей. Несовершеннолетним здесь помогают защищать свои права на образование, на отдых и здоровье, на труд и на имущество. Так, по программе «Дети Кубани» с 2009 года в Славянском районе приобретено более 200 жилых помещений для сирот. Квартиры даются им по договорам социализированного найма на пять лет, в течение которых сирота должен доказать, что он – ответственный наниматель. Только тогда жильё переходит в его собственность. Работа с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию, и с теми, кто берёт на себя ответственность воспитывать чужого ребёнка, непростая. Но управление по вопросам семьи и детства с ней справляется хорошо. Такое мнение в ходе обсуждения темы дали участники коллегии. Высоко отозвались и о той помощи, которую жителям района оказывают в Управлении соцзащиты и Комплексном центре социального обслуживания. В целом, работа этого направления в социальной сфере получила удовлетворительную оценку. Мария Климова, Георгий Калинин, программа События.